11 июня в британском курортном городе Карбис-Бэй на полуострове Корнуолл состоится саммит Большой Семёрки. Некоторые центральные зоны в городе уже перекрыты, туристов мало. Местные жители жалуются, что мероприятие окажет очень негативное влияние на их бизнес. «Большая Семёрка, люди, которые сюда приедут, мировые лидеры, это прекрасно. Но всё это плохо скажется на нашем бизнесе. А мы вынуждены сами о себе позаботиться. Никакой компенсации нет. На самом деле это печально, поскольку в финансовом плане влияние будет очень негативным». Владелица компании по прокату лодок говорит, что многие клиенты решили отложить водные прогулки. «Так много отмен. Это оказало огромное влияние на наш бизнес. Обычно в это время года всё занято, мы забронированы на все дни. Но сейчас не так». Как ожидается, в город приедет много иностранных гостей, однако не всем компаниям это принесёт прибыль. «Из-за Большой Семёрки только половина флота работает. Обычно у нас гораздо больше лодок. Теперь поездок вдвое меньше. Они поместили нас в ограниченную зону. Всё намного хуже, чем я предполагал. Мы потеряли много денег. Это просто кошмар». Железнодорожные вокзалы, дороги и пешеходные дорожки в непосредственной близости от отеля «Карбис Бэй» и замка Трегена, где будет проходить саммит, уже закрыты. В район стянуто более пяти тысяч полицейских со всей страны. Этот саммит станет первой личной встречей лидеров крупных развитых экономик почти за два года и будет посвящён вопросам пандемии COVID-19 и изменения климата. Официальное мероприятие завершится 13 июня. Сразу после этого запланированы саммит ЕС-США и встреча НАТО. Затем в Женеве должны пройти переговоры президентов США и России.